всем привет уважаемые наши телезрители друзья и просто подписчики сегодня у нас автомобиль трибека с галогеновой оптикой автомобиль нашего старого клиента автомобиль никогда не жалели денег но свет в этом автомобиле присутствует частично вот есть у нас одна нормальная фара а вторая назовем ее так не нормальная фара вот при наличии такого скажем так работающего света работает фактически только одна одна линза одна лампа потому что вторая ну скажем так это уровень света как считайте габарит наверное ярче светит что мы с этой машиной скажем так сможем сделать тяжело сказать скорее всего надо в любом случае разобрать эту фару снять ее почистить это вот стекло убитое убрать живность из фары посмотреть в каком состоянии сама линза линза скорее всего подушатанная ну вот вам кстати чтобы вы понимали вот вам пример того когда нормальная линза и ненормальная почему надо заниматься светом потому что со временем линзы выиграют вот свежая линза вот уставшая линза даже ради интереса я сейчас замерю количество единиц одна фара закрыта одна светит замеряем сколько у нас единиц так 350 единиц ну скажем так это тоже не фонтан 300 350 где-то словила под светотеневая граница теперь мы закрываем закрываем ту которая еще плюс минус светит здесь мы видим 80 единиц скажем так это свет ну вот она фара то есть у нас изначально была задача x поставить нормальный сенон со свежими лампочками пусть мы как как всегда использую в случае когда люди просят какую-то стабильность мы используем и миксовский комплект и плюс в дальний свет фар здесь hb3 лампочка мы установим олэдовские диоды олэд как всегда нас в общем-то это один из самых стабильных и самых таких вот правильных производителей ламп на украине мы их рекомендуем однозначно на самом деле машина тяжелая скажу честно тот свет который есть он скажем самонадеянно обещать какой-то супер-пупер результат я бы здесь наверное менял бы обе линзы но скажем так в данной ситуации еще мы будем смотреть вообще как бы что правильно попробуем восстановить эту лиллу если это получится то может быть мы на этом и остановимся если если нет будем принимать какие-то более радикальные меры ну вот мы уже разобрали одну сторону машина хоть хоть хозяин денег и не жалел но сервис какой-то обслуживал скажем так колхозной потому что смотрим и видим все сделано так как не надо делать то сам блок просто лежал внутри внутри на защите выглядит он просто ужасно сам по себе бог скажем так из дешевых мало того из-за того что она там телепалась билась в грязи находилась но понятное дело особо не было надежды на то что она будет хорошо работать вот так выглядит фара которую мы сняли я не знаю по каким полям на этой машине ездили но крышка почему там бегали всякие паучки и жучки и прочее потому что вот эта крышка была даже приблизительно не закрыта вот эта вся срань которую вы видите снаружи она летела и вовнутрь снизу блок такой вот он уже конченый просто конченый блок все грязно и все засрана и это просто ну скажем так эксплуатировалась машина очень как бы наверное экстремально грязи туда налетела все пересушенное все клипсы все болты заржавевшие все клипсы пересушенные поэтому понятное дело что сейчас мы внутри этой фары ничего хорошего и не увидим нас надо будет все это вычистить и привести в какой-то божеский вид вот наша вот наша фара убитейшая конечно я не знаю зачем кто-то лазил и внутреннюю стекло внутреннюю часть именно задрали мы вымыли стекло но она просто убитая с двух сторон что у нас получится посмотрим туманки так как машина очень много использовалась по трассе здесь и побито забито камнями посечена хозяин даже так скажем больших надежд не питает но я думаю что попробуем что-то опять же зашлифовать за полировать и как-то все-таки чтобы она у нас светила сейчас мы спускаемся смотрим непростая работа пришлось поврезать старое такое вот это безобразие это крепеж или часть или запчасть от старой белинзы вот она вот она белинза которая не могла светить хорошо хоть ты сюда чтоб ты не вставил хоть лазер хоть диод хоть сенон она просто выгорела людей всегда попытка решить свет за счет установки новых ламп но к сожалению это как примочки мертвому примочки ничего это не решает нет света потому что выгорел рефлектор вот было принято решение вот таким вот вот таким образом установить белинзу два с половиной дюйма вместо старой выгоревшей так вот предварительно примеряю приблизительно то как будет она выглядеть сборе у нас все идет еще самом разгаре так что движемся хорошему свету приблизительно такая же самая ситуация будет и со второй стороной единственное что хорошо в этих фарах что герметик каитовский соответственно распускник снимается стекло хорошо все остальное в этой фаре это просто жесть кроме того еще фаре были в свое время установлены сгушки такие вот хрени которые сейчас запрещены поэтому то вот чудо лампочка вынята и будет здесь закрыто закрыто отверстие и восстановлена герметизация фары решил не полениться и включить камеру очередной этап установки линз и вообще восстановление света в этой машине вот наш уже на сегодняшний день свет в чистом виде же 5 линзы что друзья сказать горизонт заваленный но мы здесь видим уже свет одной линзы сейчас по яркости и по правильности перебивает весь свет этого автомобиля глобально туманки если вы помните были супер убитом состоянии вот сейчас я вам их покажу хотели мы их отшлифовать и надеялись что что только проблема в стекле но по факту вот вы можете посмотреть что у нас внутри явно было затекание водой и хром разрушенный и вообще вся фара очень плачевая в основном состоянии одна вот тут со следами выгорания но как бы живая фара мы ее отшлифовали отполировали и покрыли лаком но к сожалению проблема внутри внутри вот оно все такое матовое его явно уже кто-то либо шкрябал либо лак полез внутри вот оно такое вот страшко вот это еще проблема почему потому что вот сейчас на фоне поцарапанной внутрянки и слезшего лака то блеск и лоск наружного лака и восстановление абсолютно незаметны то есть проблема внутри еще у нас есть тоже будем сейчас бороться бороться решать вопрос вот мы уже сейчас с пассажирской стороны поменяли установили линзу установили а ну дальний пожалуйста вот светодиодная поморгать вот у нас зажигается еще поморгать то есть вот у нас дальний свет и плюс светодиод еще по центру и гатчет и вот с водительской стороны все как было так и осталось вот как бы разница ну сейчас на ближнем включите на ближнем у нас сейчас 2 400 выстреливает 2 400 единиц 2 300 2 400 если а на старой вот как бы паре у нас сейчас смотрите сколько 40 40 49 единиц это получается имеется ввиду 400 460 единиц то есть у нас вот это вот красивая с виду фара выдает 500 единиц а та которая вот уже вот восстановленная стоит же 5 линза она дает в пять раз больше мощность так что и плюс дальний включите вот это у нас наш диодный дальний диод а лет как я вам говорил на керамике сейчас посмотрим сколько дальний дает ну а сейчас на дальнем ну вот суммарные получается по по около трех тысяч без малого 3000 единиц это у нас же 5 линза плюс диодный дальний 3000 единиц ну здесь у нас будет здесь у нас галогеновым дальним 1800 единиц вот разница то есть галогеновый дальний плюс под выгоревшая родная пара дает где-то суммарно на дальнем приблизительно два раза разница по свету и как вы видите световой пятно у галогеновое пятно у галогена просто децил а светодиодное пятно плюс би линза разница ну просто так скажем порадовало так уважаемые наши друзья что вам сказать машинка уже такие мы ее доделали кусок работы большой пары в тяжелом состоянии но как говорится важен результат вот наша наши пары температура 5000 камера немножечко как видите баланс белого не словила светит немножко голубым по факту цвет белый напоминаю что левая сторона у нас было совсем все плохо правая сторона повеселее но линза была требовалась замена вот что мы сейчас имеем с вами тот результат если вы видите с правой стороны из-за того что не получилось идеально восстановить восстановить стекло у нас такое размытая светотеневая граница свет есть но светотеневая граница размыта вот а водительская сторона вот такая как она должна быть дальний свет вот такой у нас прожекторный дальний нижний да вот лампочка та которая водительская еще не переработалась немножечко мы видим разницу по цветовой температуре для того чтобы все было скажем в 1 тонн это надо чтобы машина минут 15-20 проработала правую сторону мы уже мерили мы замеряем левую красивую та которая у нас получилась идеально вот смотрите у нас получилось почти без малого 3000 единиц у нас а с этой стороны у нас было порядка 450 500 поэтому у нас свет вырос здесь порядка вот по этой паре вырос порядка в 6 раз основной свет ближний а по этой стороне из-за того что все таки оно стекло как вы видите немножечко имеет небольшую матовость рассеянный рассеянный с этой стороны у нас свет вырос где-то ориентировочно у нас две две триста две триста единиц ну две четыреста с этой стороны у нас было около двухсот единиц а стало две с половиной тысячи вот такой вот у нас конечный результат все все симпатично машина выглядит уже как бы более презентабельно слава богу будем надеяться что клиент будет доволен цветом так же как и мы своей работой всем ребята удачи всем хорошего и качественного света не ленитесь делайте свет своих автомобилях качественным ездите безопасно и получайте удовольствие от вождения автомобиля всем пока всем удачи